Пациентка 88 лет в результате падения получила закрытый перелом максимального отдела бедренной кости с смещением костных отломков. Клара Гуляева упала с дивана у себя дома в конце августа. В одной из больниц Нижнего Новгорода, куда ее привезли изначально, пенсионерку обследовали, но риск операций по заключению медиков превышал жизненную необходимость. В начале сентября Клару Александровну госпитализировали в университетскую клинику ПИМУ. Когда мы проводили консилиумы, определяли тактику лечения, конечно, мы знали о высоком риске развития осложнений как во время операции, так и в послеоперационном периоде. Но если бы мы не выполнили оперативное вмешательство, то с очень высокой вероятностью без операции уже в ближайшее время мог бы наступить летальный исход. Пациентке через небольшие разрезы кожи выполнена фиксация костных отломков с использованием интермедулярного стержня, что позволило достигнуть хорошей репозиции, то есть соотношения области перелома и стабильной фиксации. Сейчас Клара Гуляева снова может самостоятельно сидеть и делает первые шаги под контролем врача-реабилитолога. Каждый день, отмечают медики, ее состояние улучшается. Я нормально проснулась, все, значит, прошла операция, и самочувствие мое было неплохое. Но дело в том, что я долго лежала, а у меня еще легочные разные хвосты, и поэтому было довольно серьезное дело. Но все обошлось. Не то что обошлось, были приняты меры, постоянный контроль за мной, и все вышло. Так что я хотела бы посоветовать всем старшего возраста, наше поколение особенно, мы все-таки боимся хирургу, что говорить, вот, ну, посоветовать, не бояться обращаться в лечебное заведение. Просто мы не знаем еще того потенциала, которым обладают наши медики. Операции пациентам старшего возраста в университетской клинике Приволжского медуниверситета не редкость. Врач-анестезиолог-реаниматолог Анна Ежевская рассказывает об особенностях обезболивания. Во время анестезии мы применяем самые современные методы, более-менее, если можно так сказать, щадящие анестезии. Это региональная анестезия с внутривенной минимальной седацией. То есть это не общая анестезия, как принято думать. Это отключается часть тела поврежденная, пациент ее не чувствует. И для того, чтобы снять эмоциональный дискомфорт, волнение пациента, проводится еще дополнительная внутривенная седация. То есть все манипуляции для пациента, особенно пожилого, безболезненные. По словам врачей, после выписки Клара Александровна сможет самостоятельно присаживаться на кровати и передвигаться при помощи ходунков. Оборудование университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета и, самое главное, мультидисциплинарная команда специалистов позволяют лечить даже самых тяжелых пациентов.